Броня крепка и танки наши быстры. И вообще с Россией лучше дружить. К такому выводу пришли иностранные наблюдатели. На полигоне в поселке Каменка российские военные сегодня рассекретили свою новую бронетехнику. Это установка Спрут-СД, модернизированный бронетранспортер БТР-70М и разведывательная химическая машина РХМ-6. Новинки оценил и Артур Ахмедгалиев. Такое количество военных из разных государств полигон поселка Каменка не видел никогда. Более 50 наблюдателей из 32 стран, членов АБСЕ, приехали в Россию специально, чтобы оценить наш военный потенциал. На их суд военные российские выставили три броненовинки. По тому, как на них реагировали иностранцы, стало понятно. Впечатлило. Рассекретили сегодня иностранцам Спрут-СД. Это бронированная гусеничная машина, которую можно десантировать на любую территорию при помощи парашюта. При этом танк достигает скорость аж до 70 км в час. Показали членам АБСЕ и два новых бронетранспортера ВТР-70М и РХМ-6. Последний, по техническим данным, способен вести разведку в местах радиационной и химической атаки. Для того, чтобы окончательно убедить членов АБСЕ, что наша страна – это лучший военный друг, а не враг, иностранцам показали целое военное шоу. Победила в нем, разумеется, наша новая бронетехника. Увиденным зарубежные военные остались довольны и подметили – Россию не боимся, а глубоко уважаем. В рамках АБСЕ это один из мер, чтобы усилить это взаимопонимание, взаимодоверие между нашими странами в составе АБСЕ. И это, я уверен, что мы достигли этого цели. Мы стали ближе к Европе, Европа стала ближе к нам, и вот в ходе таких мероприятий стало больше открытости, больше доброжелательности, и вообще люди стали лучше общаться. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе занимается оценкой боевой мощи стран мира. Последний раз представители АБСЕ в Россию приезжали пять лет назад. Следующий визит ровно через столько же. И ровно столько же времени есть у военных и ученых, чтобы придумать еще более убедительные аргументы, не ступать с нами ни в какой бой. Артур Ахмедгалиев, Размик Караптян, Андрей Фованов и Валерий Кравцов. Последние известия Ленинградской области. Спасибо.